Привет любителям игры Асфальт 9! Как я уже неоднократно говорил на своем канале, одним из главных приоритетов на текущий момент в игре для меня является коллекционирование автомобилей и в этом видео я как раз таки буду пополнять свою коллекцию тачкой, о которой скажу честно вообще первый раз узнал, это от Джоани Дракума. Так что сегодня более внимательно с этим авто познакомимся, обсудим характеристики, естественно прокатимся в сетевой игре и я выскажу свое мнение кому данная машина может быть нужна. Ну а вы ребзя надеюсь поддержите этот видос лайками, подпиской если еще этого не сделали, а также загляните в описании, там есть ссылка на группу по А9 в ВК, переходите, вступайте, там тоже много чего интересного есть. Ну и возможно кто-то спросит, а почему я начинаю это видео с экрана пропуска легенды, а все потому что во-первых, как вы видите я могу отсюда забрать еще шесть дополнительных чертежей на Дракума, а во-вторых продемонстрировать реальный профит от использования наших новых шальных карт и получить еще больше чертежей от Джоани. Каким образом сейчас увидите, ну а пока что забираю награды, вот замечательно, еще шесть чертежей автомобиля и вот дополнительные шальные карты. Ну а теперь переходим в нашу специальную акцию для этой тачки и тут меня в первую очередь интересует этап номер четыре и представленный здесь автомобиль McLaren Senna GTR, который у меня до этого момента находился в прокачке три звезды и как видите всего-то одного чертежа мне не хватало для того чтобы повысить эту тачку на четвертую звезду и вот как раз вот эта самая шальная карта А-класса, которую я сейчас забрал, мне реально пригодится и я смогу сделать эту машинку четырехзвездной и благодаря этому получить еще вот видите три дополнительных чертежа на Дракума. Так что давайте этот автомобиль сейчас сразу и повысим, вот я подтверждаю, получаю дополнительный чертеж на Senna GTR и теперь могу сделать эту тачку четырехзвездочной, давайте же ее повысим. Вот так вот народ шальные карты реально порой пригождаются вот от души и кто еще не видел мой отдельный гайд по вот этим картам я оставлю ссылку в подсказках, я там все рассказал что это вообще такое. Ну а сейчас моя задача это пройти четвертый этап, забрать дополнительных вот получается в сумме пять чертежей и еще у меня здесь откроется награда за 200 условий, то есть еще плюс два чертежа и в итоге вот я как раз таки после прохождения покажу сколько же у меня чертежей будет в сумме на отживание Дракума перед тем как пойдем в магазин тратить жетоны. Четвертый этап пройден, двести двадцать одно условие имею и еще десять смогу получить вот здесь с предпоследнего этапа открыв автомобиль, то есть мой общий потолок в этой специальной акции составит двести тридцать одно условие, кстати можете в комментариях написать сколько вы условий набрали с этого ивента, но вы знаете если честно я даже вот эти вот десять условий открыв тачку и проходить не буду, ну во первых это мне в принципе не позволит открыть последний одиннадцатый этап, тут надо двести пятьдесят условий, это всегда обидно когда вроде как проходишь, проходишь спецакцию, а в последнем этапе поучаствовать не можешь, ну а во-вторых сейчас запустили охоту на погане зонда барчета, я хочу эту тачку открыть, там надо конкретно задрить, поэтому я не буду вливать топливо в эти бесполезные условия, а пойду катать охоту. Так, че почем, ну точнее че по чертежам, вот я могу забрать еще дополнительные две штуки за двести условий, так давайте посмотрим мой итоговый набор по чертежам на дракума, вот как вы видите сорок пять из восьмидесяти пяти, соответственно докупить с паками для открытия мне надо ровно сорок чертежей, ну что ж, переходим в магаз, вот можно даже вот сюда нажать на значок паков этого автомобиля и как раз они открываются, мы видим что стоимость 900 жетонов, сорок чертежей не хватает, соответственно по среднему дропу если будет выпадать, то надо будет купить семь паков, ну а там давайте посмотрим как будет сыпать на этот автомобиль, итак, покупаю первый пак на Джоане Дракума и смотрим, что будет здесь выпадать ну начало вообще за упокой, как говорится, да, обычно начинается, так скажем, с радостью, заканчивается на упокой, но в этот раз вот видите наоборот может быть последние паки будут более удачными тогда, ну пока что и второй не радует только не говорите, что вы меня будете вот трешками засыпать на дракума, ну вот, шесть чертежей дали давайте покупать третий пачок давайте по нарастающей пойдем, вот три было, сейчас шесть, а с этого пока давайте девять, потом двенадцать мне давайте, а потом пятнадцать и будет вообще топчик ну девятью чертежами вообще не пахнет ни разу, как я вижу блин, три, шесть, три, пока что такой у меня рандом нерадостный четвертый набор беру о, вот тут девятка уже будет как минимум да, так и есть, три, шесть, три, девять двигаемся дальше, покупаем пятый пак еще не хочется, чтобы даже через раз эти тройки выпадали 3, 6, 3, 9, и опять может быть, блин, три на это все похоже да, видите, так и есть, через каждый пак выпадает тройка три, потом шесть, потом снова три, потом девять, потом снова три ну тогда давайте вот здесь тогда двенадцать чертежей чтобы не выпало так, трешка уже есть ну где чертежей пойдет давайте покупать следующий набор и может быть уже с этого пака и я открою автомобиль от Джуани Дракума ну вот, восемьдесят один и, наверное, одного чертежа, блин, как назло будет не хватать да, эти, блин, одного чертежа не хватает вот тут шальные карты использовать как бы нельзя когда автомобиль не открыт, не существует таких шальных карт поэтому придется брать еще один набор и уже с него точно получить открытый новый автомобиль себе в гараж ну и с этого набора, в принципе, тоже более-менее сыпет еще одна девятка и тачка готова к открытию давайте пополнять коллекцию моим 168-м автомобилем так, ну и теперь давайте переходить в гараж и уже посмотрим на тачку в открытом состоянии где же она у нас тут находится а, находится она вот здесь да, теперь можно шальные карты на эту тачку применять но, конечно, я этого делать не буду а давайте лучше освежим в памяти и закрепим максимальные характеристики тачки а то, что нам на этот сток смотреть кому он нафиг нужен ну и так, мы здесь видим, что максимальная скорость автомобиля составляет 441 км в час я всегда, точнее, с учетом Nitro и это 464 км в час такой показатель, я считаю, для S-класса выше среднего вполне неплохая максималка а вот ускорение 81,5 ну, лично я в своей плоскости координат считаю ниже среднего вот все, что ниже 82, я считаю это хуже среднего и усредненное для меня это 82 а все, что выше, это уже, ну так, более-менее поэтому ускорение здесь вообще не блещет управляемость 48 и вот на этот счет я тоже скажу когда будет сетевой обзор ну, по цифрам оно не важно ну, для S-класса это оно такое, вы понимаете, что не всегда отражает реальность и Nitro 60,5 это такое, ну, реально средний показатель ничем особо не выдающийся ну, а внешний вид автомобиля уже наоборот выдающийся он такой, можно сказать, немножечко даже уникальный ну, я приписываю этот дизайн к разряду игровых бэт-мобилей вот я их так называю сюда же относится, например, Razer Takyon такая вот тачка или Inferno автомобили Inferno ну, действительно, действительно, да вот такие у него прям углы углы вот этот, все завалено какими-то деталями ну, в общем, да интересный внешний вид ну, какие есть основные цвета вот мне лично жаль, что нет у этой тачки официального визуала черного цвета я бы, наверное, черный поставил и гонял бы так ну, для бэт-мобиля это прям реально актуальный цвет но вот из того, что можно по дефолту выбрать вот такие цвета, фиолетовые для такой тачки, по мне, вообще не особо смотрится ну, вот есть несколько оттенков серого желтый, ну, наверное, самый такой стоковый цвет он наиболее интересный поэтому я его и оставлю также есть декаль, которая разыгрывается в специальной акции но мне ее не достать ну, вот такая синя-белая декаль ну, в принципе, ничего, сойдет так, ну, народ вот, а теперь я покажу те гонки которые я записал во время того, как шоу сетевой сезон где можно было опробовать этот автомобиль в максимальной прокачке с другими соперниками ну, в этой сетке я, по сути, только на драку моей катаю очень быстрый сетевой сезон на 3000 очков да, и те автомобили, которые поставили рядом с ним по сути, вообще не тачат поэтому я не вижу никакого смысла их брать ну, вот, народ погуглил я насчет этого бренда стало интересно, что это вообще за Adjoani такое и, как оказалось, эта марка происходит из Объединенных Арабских Эмиратов между прочим, не последняя страна, знаете ли в производстве гиперкаров взять тот же самый, например, W Motors вот, или Canfineer, да или Devil можно тоже, например, привести вот Devil 16 в восьмом асфальте есть но этот бренд назван по фамилии его создателя Adjoani как раз-таки и вот, насколько я понял эта тачка, она блин хорошее начало, очень классное ну, это, да, довольно-таки рисковое место ну, вот, насколько я понял это больше все-таки такой вот концепт кар, нежели реально существующее авто да, его действительно представили на дубайском каком-то там автосалоне в 2019 году но, насколько я понял дальше дело не пошло так как я, вот, знаете, сошел на официальный YouTube канал этого бренда и обнаружил там просто невероятное, знаете, просто сногсшибательное количество подписчиков в размере 293 человек поэтому вообще, как бы, неудивительно что я до этого нифига не знал про этот бренд пока он не появился в девятом асфальте слушайте, ну, 293 подписчика на официальном YouTube канале о чем вы еще говорите наверное, создатели должны быть уже довольны хотя бы тем, что их автомобиль добавили в девятый асфальт это уже для них, наверное, успех ну, они собираются оснащать эту тачку движком V8 на 1200 лошадиных сил и планируют произвести 99 экземпляров автомобиля ну, я не знаю как бы, насколько это будет для них реально ну, почему бы и нет давайте пожелаем удачи может быть что-то из этого да и получится и так, следующая катка на Шотландии народ, я смотрю, не особо стремится автомобиль со стока перекрашивать вот, наверное, многим нравится именно этот цвет я же говорю, черный бы еще сюда добавить к такой внешности он бы подошел ну, вот тут хорошее приземление а то старт на этой трассе вечно, блин, каталажа происходит но тут неплохо так получилось я уже оторвался на вот такое приличное расстояние блин, баллон не подобрал ну, знаете, уже довольно много я на этой тачке покатал и вот в пример ее дизайна вспомнился еще один автомобиль вот особенно сзади знаете, что мне эта тачка еще напоминает она мне напоминает Lamborghini Egoist правда, нет? по-моему, что-то есть такое да и сам создатель этой тачки вот этот Аджуани он сам говорил что вдохновлялся дизайном автомобиля Lamborghini когда создавал свой свой автомобиль так, ну, здесь я наоборот из прошлой гонки я с огромным отрывом проиграл а здесь с огромным отрывом выиграл даже Sleepstream не помог моим соперникам так, ну что едем дальше ну, ранку этого автомобиля как мы видим золотой 4702 сравнивал я эту тачку в обзоре патчноута с Bugatti с Chiron ну и вот в первую очередь мне, конечно, было интересно посмотреть на дрифт а также на то как автомобиль стабильно или нестабильно ведет себя на трассе ну, Chiron он просто славится тем что он залетает там на бортики и так далее ну, вот на этой тачке я катал не знаю особо что-то такого я и не заметил по сравнению с Chiron каких-то очень больших проблем с этим делом вот, кстати еще один Batmobile попадается в этой гонке Razer Taktion ну, как по мне эта диколюха на Razer она вообще не сочетается с внешней философией автомобиля это слишком цветастая слишком, что ли детская я не знаю ну, это уже дело просто такое ну, а вот по поводу дрифта я покатался и могу сделать такой для себя лично вывод что, несмотря на то что показатель управления он немножечко лучше, чем у Chiron но на плавности дрифта это не особо отражается ну, потому что мне лично дрифт Chiron как-то больше понравился он более приятный более отзывчивый а у Dracuma он вот какой-то он дуповатый вот видите как раз Oklind хорошо подходит для того чтобы вот этот дрифт тестировать ну, поэтому я считаю что в плане дрифта все-таки Chiron будет по-выигрышней да и в целом в основном по характеристикам Chiron все равно впереди ой, блин этот фриз мне немножко помешал догоняет меня мой соперник и тут я, наверное буду включать комментатора потому что очень опасный момент финишная прямая и кто же выиграет эту гонку я буду применять тактику на нитроволне подлетать на этот трамплин и в итоге гоу все-таки я выиграл в этой гонке 1-0 в мою пользу против этого чувака ну вот видите правильную тактику я все-таки избрал и на нитроволне подлетел на трамплин и давайте кстати сейчас посмотрим какой же эпик мне выпадает блин ну такой не самый лучший вариант на корвец и 7r давайте посмотрим куда этот эпик можно ляпнуть так вот эта тачка она у меня уже на все звезды охоту я не катаю оу слушайте а тут оказывается 8 эпиков на этот автомобиль да это еще вообще не скоро я эту тачку докачаю ладно потом после видоса уже посмотрю куда можно будет влепить этот эпик кстати если бы мне выпал один другой эпик сейчас бы могу прям на видосе произойти озолочение автомобиля угадайте какую тачку я бы мог озолотить короля по стоковому нитро peugeot sr1 мог бы стать золотым если бы на него эпик выпал но не срослось так ну что трансконтинентальная гонка начинается кстати название трассы сочетается с названием всего сезона напоминаю что он называется вокруг света вокруг континента если можно так сказать и да кстати пока я еще вспомнил тоже хотел напомнить такую вещь что если вы как и я вкладывались в открытие этого автомобиля то не забывайте пойти в отдельный кубок и забрать 200 жетонов по моему там дается за выигрыш на этой тачке ну я думаю вы поняли о каком кубке идет речь ну и также это касается например гран-при на ниссан сейчас идет вот если вы ниссан выиграете то тоже не забывайте там забирать жетоны так ну и в этой гонке я тоже пока что лидирую но преследователи у меня есть будет ли такая же потная борьба до финиша как это было в прошлый раз давайте посмотрим вот тут вот при приземлении ну я уже практически всегда знаете использую вот этот прием когда при приземлении жму по тормозам у меня уже ни к одной практически тачке доверия нет в этом плане оу меня соперник обгоняет и так снова режим комментатора последний поворот и кто же окажется ааа я все-таки выиграю а нет не выиграю или выиграю не выиграю ааа что произойдет вот это вы посмотрите какой эпичный финиш прям на двух колесах я еще и прокатился в итоге вообще нафиг разбился но все-таки победа моя вот тоже была хорошая борьба но и в этой гонке я так же смог выиграть ну что пока только первую катку заварил в гималаях а кроме нее все более-менее тащится ну что последняя гонка в этом видосе смотрим кто попадется ух ты вы посмотрите какая комната одни чисто от желания дракума и больше нету других соперников кстати интересно будет побороться полная комната Буэнос-Айрес кстати говоря Буэнос-Айрес он хотя бы где-то есть в сети но вот хочется еще рассказать свое недовольство по поводу политики в отношении внедрения новых трасс ну почему Гренландии до сих пор нигде в сетке нет это как это будет что ли Буэнос-Айрес это трасса чисто для второй сетки а Гренландия это будет трасса чисто там для карьеры и кубков а что вы следующую новую трассу добавите она будет только для карьеры и больше нигде а потом еще одну трассу вы добавите вы ее типа в почноуте вот это представите да на деле ее вообще нигде не будет или как это будет вообще происходить лофты я не понимаю вот этой вашей политики зачем вы вы тратите очень много времени на создание новых трасс но в итоге вы их толком нормально в игру не добавляете гренландии в последнее в последнее время ставят такие как их назвать более плоские что ли трамплины на которых нифига бочки нормально не крутятся поэтому вот видите первую гонку и последнюю в этом тесте ну вот завалил я ну такое ну а по поводу выводов этой тачки лично мое мнение для кого этот автомобиль может пригодиться ну и я считаю что с учетом наличия в игре Bugatti Широна который практически по всему превосходит этот автомобиль и добывается более просто чем Дракума я считаю что вливаться в эту тачку стоит ну только если вам нравится такого именно необычного вида автомобилей каких-то прям других причин ради чего можно в Дракуму вливаться я особо не вижу Широн он просто покрывает все потребности вот примерно в таком по характеристикам автомобилей и больше особо ничего не надо ну это как бы мое мнение вот я его чисто для коллекции открыл и каких-то более крутых планов на него у меня не было ну а свое мнение по поводу этой тачки вы как всегда можете оставлять у меня в комментариях ну и спасибо всем кто досмотрел это видео до конца надеюсь оно вам понравилось подписывайтесь если еще не подписаны также можете поддержать мой канал по ссылочке в описании всем буду благодарен удачи вам на трассах асфальта всем пока Субтитры подогнал «Симон»